Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня мы готовим коктейли на канале Един ТВ в домашней обстановке. В домашней обстановке мы сегодня пьем Егер Мастер. Перед тем, как насандалиться Егер Мастером, надо немножечко войти в историю этого напитка. Значит, Егер Мастер это напиток, который получается путем мацерации 56 трав, там древний рецепт. Естественно, он держится в секрете, поговаривают даже, что там есть кровь оленей, но это все, это все вранье, естественно. Мацерация это что такое? Это собираются 56 трав, вот этих вот, их рубят, мелко все измельчают, высушивают на солнце, заливают все это дело спиртом и настаивают очень долго, в течение полугода, там несколько раз дистиллируют все эти дела, добавляют сахар и карамель и после этого еще настаивают полгода в дубовых бочках и пьют его в основном охлажденном. То есть в морозилке выдержать минимум часа три при 18 градусах, ну в смысле минус 17, там 18 градусов, вот часа три надо подождать и стопочки желательно тоже, чтобы были охлажденные. Для чего это делается? Чтобы алкоголь чувствовался меньше всего, а тот самый аромат трав и всех пряностей, которые туда входят, больше всего. Есть еще второй способ подачи, это теплый Игермастер тоже пьется как диджестив, это то, что до трапезы вы принимаете. В этом случае вы больше чувствуете спирта, но в том числе и травы, их ароматы раскрываются естественно тоже сильнее. Кстати, само слово Игермастер это старший над всеми егерями. У нас тут даже есть бутылочка, естественно, Игермастера. Изображен тут олень с крестом между рогами. Одна единственная компания производит этот напиток в Германии. В Егермании. В Егермании в Нижней Саксонии, город не помню какой, он как-то очень вантимбюль какой-то или что-то типа такого. Мы пьем ледяной Егермастер, в этом случае есть несколько вариантов, чем его закусывать. Я предпочитаю классический американский вариант, это апельсин с корицей. Так делают американцы. Сами немцы любят мешать Егермастер с Рэдбулом, то есть наподобие глубинной бомбы. Берется просто большой стакан, то вливается Рэдбул, бухается стопочка ягеря и все это выпивается из алку. И, соответственно, есть еще большое количество всяких коктейлей. Сегодня мы выпьем, приготовим и выпьем два. Первый такой достаточно простой шот, потому что туда входит всего лишь Егермастер и сок лайма. У нас есть уже заготовочка сока лайма, у вас нету заготовочки сока лайма, поэтому тоже берем ручками и давим. Наливаем сегодня три шотика, потому что у нас три человека в съемочные группы, в группы, в группе. И аккуратненько вот так вот пытаемся налить слоями. На самом деле в идеале можно давиться того, чтобы положить его слоями. Сегодня у нас домашняя обстановка немножко. У нас нету необходимого и достаточного инвентаря для того, чтобы сделать это аккуратно. Но, в общем и целом, слои в этом коктейле это не главное. Главное это то, что он легко очень пьется, при этом он достаточно вкусен. И это один из немногих шотов, которые можно выпить, если ты уже пьяный, и тебе нужно еще немножечко протянуть. Вот к таким вещам относится сам булка, то есть, да, потом ты приедешь домой, как бы тебе уже все, конец настанет. Но если тебе немножко-нушечко, ну там, подлататься, как бы, скушать аптечку, как в компьютерных играх, то вот это тот вариант. Собственно, наш прекрасный бодрящий напиток готов. Те, кто сочтут его чрезмерно крепким, могут также закусить апельсином с корицей. И вот есть еще русский способ подачи закуски. Это лимон с солью. Но тут, видимо, сказывается водочная культура наша, русская, потому что вот ярмастер с лимоном и с солью я представляю себе слабо. Но я честно признаюсь, я никогда не пробовал. А ты водку представляешься с лимоном и солью? С лимоном представляю. Текилу с солью. Ну как, все вместе по-любому не вяжется. Это квест какой-то. Ну что, господа, приступим. Вкусный, пиздецкий, ягерь немецкий. Вообще, как лимонад. Во-первых, потому что он холодный. Ледяной ярмастер, в нем практически не чувствуется алкоголь. Ты вот чувствуешь послевкусие трав. Мы пошли, а то снимать некому. Сам алкоголь, он чувствуется очень слабо. Именно поэтому стараются пить ярмастер охлажденным. Второй коктейль, который мы сегодня готовим с ярмастером, для тех, кто не хочет пожестче, а хочет поприятней, подольше. Коктейль огурец с ярмастером. Берем такой вот бокал хайбл и первым делом кладем туда огурец, который мы в нашем скромном баре предварительно нарезали длинными ломтиками. Буквально штучечки 3-4. И после этого закладываем туда льда. После чего наливается туда ярмастер. Естественно, по вкусу, но классическое соотношение таких микс-дринков, которые состоят из двух ингредиентов, это там 50 на 150, получается 200. И остальное спрайт. Или 7-Up. Я не знаю, отличаются ли они. Мне кажется, пепси с колой больше отличаются, чем они. Есть еще вот примерно такой же напиток, только без огурца. Вместо спрайта идет кола. И называется он Черный президент. Мешают также один к одному с Бейлисом в шейкере, подают со льдом. Делают с Бейлисом просто 25 на 25 в шот. В общем, как только люди не изгаляют, чтобы выпить ярмастера. Я даже был как-то на семинаре, который был посвящен тому, как пить ярмастер. Мы спросили из зала, а будем ли мы пить сегодня чистый ярмастер. А мы сказали, что нет, сегодня мы не густируем только вот шоты различные. Нам пришлось уйти в тот павильон, где наливали чистым. Потому что все-таки чистый ярмастер – это чистый ярмастер. Вот такой вот получился у нас чудесный коктейль. Огурец, который по традиции попробует Евграф. Ненавижу произносить третье слово подряд. Жкартавлю. По традиции попробует Евграф. Попробуй Евграф по традиции. А скажи, растворился в пространстве? Растворился в пространстве. Это даже как-то легче у тебя. Растворился в пространстве. В пространстве. Евграф пробующий растворяется в пространстве. Очень круто. Очень круто. Благодаря спрайту вышли какие-то нотки чего-то еще. Короче, остался анис вот этот вот, который как мекстура. И, не знаю, мне очень нравится. Я одобряю. Вкусный. Two thumbs up. И с Coca-Cola тоже неплохо, на самом деле. Что еще из популярного? С яблочным соком. Ну и вообще вкусно. И закусить потом яблочком зеленым, таким кисленьким, тоже будет очень хорошо. Много вариантов приготовления игрмастера. Пейте чистым, пейте теплым, пейте в слоистых коктейлях маленькими шотами, пейте в лонгах. Главное, не пейте много, потому что, ну, во-первых, это настоит 56 трав, и не каждый желудок готов, там, к полулитра, допустим, или там 300 граммам этого напитка у себя в желудке. Это действительно сложно. Во-вторых, он очень сильно алкогольно пьянит, несмотря на кажущуюся легкость, особенно, когда вы пьете его ледяным, и алкоголь не чувствуется. Поэтому этот напиток достаточно опасен. И все-таки следует пить его как диджестиф, то есть перед трапезой или перед алкогольным возлиянием, если вы планируете пить много чего, оставьте ягер на самое начало, не надо пить его в конце. Это все испортит. Напьете слюни, домой опять пьяный, там, мамка ругает, ну и кто там у вас ругает вас. Подписывайтесь на наши группы во ВКонтакте, в Фейсбуке, смотрите нас на Ютьюбе. Лучшие коктейли, юмор за барной стойкой в группе Ассоциация барменов во ВКонтакте. С вами был Василий, мне за кадром, как всегда, помогал Гифграф. Сегодня у нас необычный домашний, но очень симпатичный, милый бар. И каждый может дома делать то же самое. Пейте с умом, господа. Счастливо. Тут есть некая тенденция такая синусоида, создание домашнего бара, обратное синусоида. Если у тебя 2-3 бутылки так себе алкоголя, они могут стоять бесконечно. Если у тебя там 2-3 бутылки вкусного алкоголя, они исчезнут сразу. А если у тебя 15 бутылок, естественно, это сразу не исчезает. Это вот, да, можно что-то готовить, иногда баловать себя. То есть тут есть некий такой порог, который нужно преодолеть, накопить какое-то количество бутылок, и дальше все будет нормально, это разум не исчезает.